БОЛЬШОЙ ЖУК Из этой морковки получится самый большой морковный торт на свете Морковный торт, морковная запеканка, морковный пирог А ну помогай Что такое? Колесо спустило, надо менять Как плохо-то Я где-то потерял домкрат Что такое домкрат? При помощи домкрата можно приподнять грузовик и поменять колесо Как же теперь? Вам помочь? Ого! Ты здоровый парень! Но тебе ни за что не вытащить эту морковку Да, мы же не смогли! Я сильный жук! И хочу всем помогать! О! Да ты силач! Так, идем с нами, здоровяк Пруд слишком глубокий Мы не можем перейти его А там ягоды Много ягод Я перенесу вас через пруд Так очень долго Давай ты просто перебросишь нас на тот берег Хорошо Я лечу! Ты нас слишком далеко забросил Плохой жук! Я не знал, что так получится Тяжелый грузовик Ой Нужен кто-то еще Большой и сильный Безобразие! Мешают работать Плохой жук! 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 Ну почему все так? Я никуда не кажусь! Здравствуй, жук Ты с виду сильный? А нам нужна помощь Нет, нет Чтобы я не делал Все не так Выше нос Я все объясню тебе Приподнимите с Лунтиком грузовик Пока я буду менять колесо Договорились? Эээ Хорошо Немного пониже, пожалуйста Угу Ух ты! Ты и вправду сильный Так и держите, ребятки Если устанете, скажите Жук, мы без тебя не справились бы Не связывайтесь с ним Он закинул нас далеко за речку Я нечаянно Просто я слишком сильный Пупсень, пупсень Жук таким родился А вы его обидели Ладно, не реви Слышь, жук Ну, извини нас Зато мы полетали Вы тоже извините Давайте все обнимемся Ох! Вот закончим работу И обнимемся Корней, корней, корней Держите новое колесо Бегайте Спасибо вам, вупсень и пупсень Жук, как хорошо, что ты пришел Хорошо, что и мы пришли Эээ Значит, я неплохой жук Хороший Большой жук Ребятки Давайте-ка прокатимся Как же он силен Похоже, сегодня все усвоили ценный урок Если правильно использовать свой талант Можно сделать что-то по-настоящему удивительное Привет, я Лунтик Я снова с вами Супершнюк Дядя Шнюк, свежая пресса Спасибо, Лунтик О, комикс Супер-паук Какой герой Бабочку от чудовища спас Молодец Муравьишку из воды вытащил Дракон Нет, ну это уже сказки Драконов не бывает А чем я этого паука хуже? Вперед На помощь слабым И беззащитным Привет, дядя Шнюк Что это у вас за наряд? Я супер-паук Сейчас я покажу Свою супер-силу Какой-то супер-паук Совсем не меткий Эх, дядя Шнюк Супер-шнюк Оставил нас без десерта Пойдем, пупсень Но супер-паук Не ждается Вперед Спасите Помогите Вода такая мокрая Кажется, кто-то попал в беду Спасите Помогите Помогите Держись Супер-паук Идет на помощь Эй! Отдаду! Спасите! Помогите! Дядя Шнюк спасён! Дядя Шнюк спасён! Спасибо! Шнюк! Какой интересный у тебя вид! Это что, гидрокостюм такой? Я суперпаук! Супер Шнюк! Супер Шнюк! Я докажу! Докажу! Караул! Пожар! Горим! А вот и не страшно! Ни капельки не страшно! Я супер Шнюк! Вперёд! Трусливый паук! Нет! Спасибо, Шнюк! Ты настоящий герой! Да не за что! Я же суперпаук! Работа такая у меня! Суперпаук! Супер Шнюк! Супер Шнюк! Супер Шнюк! Ой! О! Дракон! Надо крышу починить! В ней дыра после пожара! Никакой я не супер Шнюк! Я просто обычный паукообразный! Дядя Шнюк! Мы тоже хотим быть супер Шнюками! Как вы! И всё же Шнюк прославился! Ведь благодаря ему малыши со всего леса начали играть в суперпауков! А лучших костюмчиков для этой забавы, чем у Шнюка, во всей округе не найти! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Говорящий лес Решено! Играем в шпионов! А за кем шпионить будем? Да-да! Еда должна быть вкусной, полезной и разнообразной! А Мила не заругается, что мы её морковку съели? Нет! Мы её перехитрим! Морковка сладкая, вне витамины! Тебе не кажется, что гусеницы... Вот за кем мы будем шпионить! Надо раскрыть их коварный замысел! Что? Для шпиона ты очень заметный! Это надо исправить! Ну вот, Мила уже здесь! Не видать нам морковки! Доброе утро, цветочки! Здравствуй, тыковка! Тебя полить? Конечно, полить! Ха-ха-ха! Ой, держите меня! Мила с тыквой разговаривает! А что тут такого? С цветочками болтает! Вот умора! Между прочим, если с растениями разговаривать, они лучше и растут! Это тебе цветочки, что ли, сказали? Может, и цветочки, вот так! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! лопух Ой, больно Это ты сказал? Неа, не видишь, я ем Лопух разговаривает И как он меня заметил? Наверное, я плохой шпион Ещё не всё потеряно, у меня есть идея Ой, ну не реви ты, нам просто послышалось Нетушки, горячую траву я больше есть не буду Я похудею, стану тощим и несимпатичным Ну, можно не только траву есть Вот смотри, ягодка Щекотно М warp Простите Извините Не возражаете, если я тут аккуратненько пройду? Я их боюсь А чего их боятся то ? Они ж не кусаются, наверное. Ага, сам-то боишься. И ничего я не боюсь. Вот сейчас как возьму, да съем вот это яблоко. Ну-ну, съест он. А вот и съем. И совсем не страшно. Не ешь яблоко, оно червивое. Да, да, ты хорош. И не спорь со мной. Уж я-то знаю толп в цветах. Горький этот одуванчик. Есть хочу, не могу. Это я не вам. Вот мы сейчас лепесточки-то красивенько расправим. Какие гусеницы, оказывается, глазастые. Слышишь, растения нас обсуждают. От них не спрячешься. Лопухом ты был. В землянику мы тебя красили. Как бы нам еще тебя замаскировать-то, а, Лунтик? Не знаю. Земляника? Лопух? Это же Лунтик был. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вупсень, да мы с тобой Лунтика съесть пытались. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ам-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням. Смотри. Ладно. Лопух и земляника – это был Лунтик. А как же яблоко? А яблоки, значит, все-таки разговаривают Конечно, растения не разговаривают И Вупсень с Пупсенем продолжили с аппетитом поедать траву и ягоды А вот яблоки, они еще долго обходили стороной На всякий случай, мало ли что Привет, я Лунтик, я снова с вами Стой, раз-два Раз-два, стройсь, марш на чаепитие Мы не хотим строиться Мы и так пойдем чай пить Исполнять приказ! Раз-два, раз-два Приказываю, шагом марш, все за мной Опять с барабаном ходить? У меня нога уже болит, отстань Надоело Прибыл, чтобы выпить чаю А ты мог бы не трубить? У меня голова болит Приказываю, чтобы голова не болела Знаешь что, сынок, хватит маршировать Откладывай барабан, будем чай пить Но я же хочу стать командиром, как ты И всем приказывать Хочешь приказов? Тогда вот тебе мой приказ Перестань трубить и барабанить в доме Есть, разрешите выполнять? Разрешаю Равняйся! Смирно! Меня здесь никто не слушается Слушается Здравствуй, жучок! Лунтик! Равняйся! Смирно! Направо! Шагом марш! Стой! Раз-два! Ура! Как ты здорово командуешь! Это потому, что я хочу быть генералом Принимать парад и носить красивую форму Ой, а мой дедушка Шер тоже генерал Хочешь, пойдем к нам в гости? Я вас познакомлю Хочу! А командовать он умеет? Наверное, умеет А надо, чтобы командовал? Надо! Вот так! Шагом марш к генералу! Раз-два! 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 Очень далеко идти Я устал Раз-два Бабуля, а где дедушка Шер? Это наш гость Он хочет с ним познакомиться Ах, вот оно что! Шершуля пошел посидеть у пруда Зови его, а я займу нашего гостя Хорошо! Жучок, посмотри наш фотоальбом Спасибо! Генерал! Дедуля, пойдем домой! Тебя хочет Жучок увидеть! Да ну, а зачем я ему нужен? Он хочет быть как ты Генералом! А? Дедуля, когда мы придем домой Ты сразу что-нибудь скомандуй Жучку это очень понравится Хорошо! Раз гостю хочется Можно покомандовать Ой! А откуда тут фото папы? Это твой папа? Они с Шершулей вместе служили Шер говорил, что твой папа Отличный командир Хм! Если он хороший командир То почему дома никаких приказов не отдает? А зачем дома приказывать? Дома ни армия, ни учения И ни парад Дома кто-то хочет отдыхать Кто-то играть А кто-то чай пить Равняйсь! Смирно! Отдать честь! Шершуля Что это ты с порога раскомандовался? Так я это... Попросили Ты почему плачешь? Команды неправильные Команды хорошие И генерал хороший Я строиться не могу Я устал И не надо строиться, раз ты устал Мы же не в армии А если не в армии То генералы не командуют? Конечно нет А я думал, что генералы всегда командуют И дома тоже А папа запретил Ну ничего Я думаю, твой папа все же не сердится Он ведь знает, что ты только учишься военному делу Папа! Папа! Оказывается, быть настоящим генералом совсем непросто Настоящий генерал не только носит красивую форму И отдает приказы Главное, он знает, когда надо командовать А когда просто поговорить по душам Хорошо, что Лунтик и Жучок теперь тоже это знают Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Ты что, струсил? А ну давай, катись! Ролики Почему каждый раз, когда мы приходим кататься На горке всегда столько народу? Ты не ушибся? Уже десятый раз падаю Так может тебе не стоит сразу с горки кататься? Попробовал бы сперва по ровной дорожке ездить По прямой любой может А я как вупсень хочу научиться Невероятно, он сделал двойное сальто Ага, значит вместо того, чтобы тренироваться С малышней болтаешь Я? Я упал! Что? Опять? И зачем я только взялся тебя учить? Может тебе вообще не стоит этим заниматься? Понятное дело я, у меня талант А ты? Шел бы лучше, траву жевал Траву? Нет, нет, я точно смогу Вот увидишь Давай еще раз попробуем, вупсень Ну пожалуйста Ладно, так уж и быть Пойдем Вупсень, запомни Когда съезжаешь с горки Ноги надо держать вот так Смотри Показываю в последний раз Ай, ай, ай Ай, ай, ай Все, с меня хватит Обучение закончилось Я кататься сюда пришел Они с тобой нянчатся Вупсень, покажи нам, пожалуйста, двойное сальто Пожалуйста Вупсень, пожалуйста Я хочу еще раз попробовать Нет уж, додки Хватит с меня позора Не хочу, чтобы весь лес знал Какой у меня неуклюжий брат Ну и что? Я все равно за тобой поеду Вупсень, здесь способности нужны Понимаешь? А у тебя их нет И кататься ты никогда не научишься На старт Внимание Марш А ну давай сюда свои ролики Так-то лучше Мои ролики Вот твои ролики Оставь себе Они мне больше не нужны Как это? А вдруг ты еще захочешь покататься? У меня нет таланта Пупсень, конечно у тебя есть талант Только надо помочь ему раскрыться Пупсень уже пытался Ничего не вышло Мне кажется, Пупсень неправильно пытался Ты можешь сделать вот так? Так, конечно Так любой сможет Покажи Пожалуйста Пупсень, какой ты молодец А так можешь? Ну вот, а говоришь нет таланта Но это же легкие задания Теперь потруднее Ну вот, опять упал Ничего страшного Попробуй еще раз Вот увидишь У тебя обязательно получится Ура! Я не упал Я съехал Ага, это я! Это я! Я здесь! Неужели получилось? Конечно! Пупсень, ты очень талантливый! Пупсень, Пупсень, ещё сальто! Пупсень, ты такой талантливый! Епа! Пупсень, как ты научился так кататься? Тебе правда нравится? Это Лунтик меня научил! Странно, почему же я не смог тебя научить? Вот так Лунтик с Кузей помогли Пупсенью поверить в себя Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Кладоискатели Двадцать три! Двадцать четыре! Двадцать пять! Двадцать пять! Всё! Копай! Разойдись, малышня! Но мы же здесь играем! Теперь это наше место! А что вы хотите сделать? Может, мы поможем? Не нужна нам ваша помощь! Сами справимся! Есть! Это всего-навсего камень! Значит, место неправильное! Вы что-то ищете? Давайте вместе! Вот ещё! С малышней возиться! Надо закопать эту яму, а то кто-нибудь может провалиться! Ты прав! Пойдём за лопатой! Здесь должен быть знак! Смотри, Вова! Знак! Давай лопату! Э, нет! Я буду копать! Отдай! Ну вот, теперь никто в яму не провалится! Я! Нет, я! Нет, нет, я! Я! Нет, я! Отдай! Вы опять ругаетесь? Мы не ругаемся! Мы ищем... Не ищем мы никакой клад! Ой, мы... Мы играем! Да! Мы просто играем! А возьмите нас! У нас тоже лопата есть! С малышней не играем! Эй, эй! Подождите! Ладно, мы берём вас в игру! Давайте лопату! Может, по очереди будем копать? Нет-нет, мы сами тут справимся! А вы пока идите! Если так, мы не придём к вам больше! А-а-а! Ух ты! Фонтанчик! А-а-а! 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 Помогите! А-а-а! Помогите! А-а-а! Помогите! Мы сейчас! Держитесь! Помогите! Ой! А-а-а! 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 А-а-а-а! Непорядок! А-а-а! 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 Держись! А-а-а! Вупсень! Сейчас! Сейчас! А-а-а! Мы тебя спасём! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Держись! Нужно что-то тяжёлое! Ага! А! А-а-а! А-а-а! Закапывай, Пупсень! Только осторожно! Что здесь произошло? Это не мы! Мы не виноваты! Когда мы пришли, всё так и было! Просто мы искали клад! Лопату воткнули, а оттуда бац! Такой фонтан! Это потому, что вы повредили водопровод! Ничего себе! Мы не хотели! А мы уже всё починили! Осталось только заровнять! Да, молодцы! Не растерялись! Это вы и сами всё исправили! Ага! Лунтик и Кузя нам помогали! Нет! Это мы им помогали! А они нас спасли! Да! Без них мы бы не справились! Значит, нашли клад? Не, не нашли! Наверное, опять не там копали! Ну как же! А настоящие друзья? Разве не клад? Простите нас! Мы так некрасиво поступали с вами! А вы нам всё равно помогли! Конечно! Мы же друзья! Трубу я потом починю как следует! Ну а кто заровняет полянку? Я! 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 Корней Корнеевич прав! Ведь настоящие друзья – это просто клад! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Поход Привет! Привет! Зачем вам столько вещей? Мы идём в поход на ягодный холм! За ягодами! А что? В поход надо столько всего брать? Холм далеко! Идти нужно долго! Не нужно отбивать литм! Поход? Ох! Это же здорово! Ребята! Ребята! Давайте пойдём в поход на ягодный холм! Ух ты! Я ещё не ходил так далеко! Хорошо! Тогда надо собраться! Точно! Нужно взять всё, что пригодится в пути! Ой! Извини! Ого! Сколько ты взял? Поход, это надолго! Надо взять побольше! Поможешь мне тащить это? Ээээ, вообще-то, я рассчитывал, что ты мне поможешь! Надеюсь, Мила взяла поменьше! Эй, ребята! Помогите мне! Я взяла всё, что нужно! Одеяло, три подушки, зонт, резиновые сапоги, если пойдёт дождь! Фонарик, если стемнеет! Фонарик, вы поможете мне это тащить? Думаю, нам понадобится помощь! Большое спасибо, дядя Корней! Не за что, ребятки! А вы уверены, что вам всё это нужно? Конечно, нужно! Тяжело вам не будет! С вашей тележкой не будет! Хорошо с тележкой в походе! Так мы быстро дойдём до Ягодного холма! Мила, лови! Да! Очень хорошо! Ха-ха-ха! Ой! Стойте! Тут ручей! Придётся тележку через ручей вести! И-я-я! Смелее! До берега недалеко! Хорошо! Скорее! Всё намохнет! Ну вот, покрывалые подушки намокли! Так может, вынуть и высушить их? Ага! И тележка будет легче! Да, придётся! Не расстраивайся, Мила! А давай я тоже что-нибудь уберу из своих вещей! О! Так может, нам поесть? И тележка легче станет! А? Угу! Вот так! А это мы на обратном пути заберём! Точно! Теперь идти будет легче! Ой! 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 Стойте! Давайте ещё что-то выложим, а то упадёт! Предлагаю убрать игрушки! На холме мы будем просто бегать и прыгать! Верно, Кузя? Хорошо! Только мяч с собой возьмём! Я играть с ним буду! Тележка почему-то не хочет ехать! Это камень мешает! Я его уберу, а вы подержите тележку! Лунтик, скорее! Всё! Теперь можно идти дальше! Тележка в яме застряла! Ой! А-а-а-а! Тележка! Это не поход, а какой-то бег с препятствиями! Да! Если б не тележка, мы б давно уже дошли! Может, оставим вещи и пойдём без них? Что же нужно для похода? Выходит, что только хорошее настроение! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! А может, пойдём на пруд? Да ну, каждый день там играем! Надоело! А может, на земляничную поляну? Там тоже скучно! Эй, ребята! А? Помогите мне, пожалуйста, донести палочки до норы! Конечно, дядя Корней! А куда же мы тогда пойдём? Не знаю! Я бы сходил туда, где мы ещё не были! Ой! Я бы тоже! А вы, дядя Корней! А где дядя Корней? Ой! Ой! Спасибо, что помогли мне, ребята! Дальше я сам! Пожалуйста! Нора! А давай, кто быстрее добежит до следующей норы! Ага! Ой-ой-ой! Поосторожней, ребята! Как он нас обогнал? Ой, дядя Корней забыл каску! Интересно, что там в норе? Надо обязательно её вернуть! Точно! И заодно побывать там, где мы никогда не были! О-о-о! И как же дядя Корней тут спускается? Наверное, ступеньки находятся глубже! Давай я тебя подержу, пока ты на них не встанешь! Ага! 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 А-а-а-а! Всё! Я не могу больше тебя держать! Кузя! Здесь нет ступенек! Что? А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 Кажется, в тридцать восьмой норе беспорядок. Ого! Какая большая дверь! Да уж. Интересно, что за ней? Да здесь ничего нет! Нет? Лунтик, сделай что-нибудь! Сейчас! Ничего не понимаю. Мне казалось, что кричали здесь, а теперь это где-то внизу. Ого! Да что тут происходит? А где тележка? А? Да что тут творится? Вот как дядя Корнейпуте и шествует под землей! Мне сейчас плохо будет! Моя тележка. Лунтик! Кузя! Как вы могли спуститься в нору, не спросив меня? Простите, дядя Корней. Мы только хотели вернуть вам каску. Вы же не знаете, как у меня тут все устроено. Вы же могли разбиться. Дядя Корней, мы больше никогда-никогда никуда не полезем. Будем всегда-всегда сидеть дома. Ну, зачем же всегда сидеть дома? Можете ходить везде. Только прежде, чем лезть в незнакомое место, узнайте у взрослых. Вдруг там опасно. Кстати, хотите, чтобы я все здесь показал? Да! Конечно! Вот это да! Вот так Лунтик и Кузя узнали, как Корней Корнеевич путешествует под землей. Но главное, они поняли, что некоторые места бывают опасными, и ходить туда можно только со взрослыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова